Всем привет, меня зовут Артём и вы смотрите Cut the Crap TV. Если меня разбудить посреди ночи и спросить, какой мой любимый фильм, я без колебаний отвечу, Терминатор 2. Я обожаю каждую сцену, каждую локацию, каждую деталь этого фильма и готов пересматривать его вечно. А всё потому, что он, несмотря на свой жанр, всегда казался мне очень душевным, тёплым и родным. Я любил его с детства, не вдаваясь в детали и даже не пытаясь понять свои чувства к этому фильму. Я просто его любил. Года три назад один из моих подписчиков прислал мне в Инстаграме ссылку на лекцию Майкла Хилла, креативного дизайнера многих известных вам проектов от Call of Duty Infinite Warfare и Horizon Zero Dawn до Blade Runner 2049 и Игры Престолов. Я абсолютно не помню, кто прислал мне эту ссылку, потому что я её сохранил ещё года три назад. И в поиске Инстаграма я не смог найти того, кто мне её прислал. Спасибо тебе огромное за то, что открыл глаза на гениальность этого фильма. В общем, как вы поняли, это видео является моей экранизацией теории Майкла Хилла. И чтобы её полноценно понять, вам стоит посмотреть моё предыдущее видео о блокбастерах, нажав на всплывашку. Посмотрели? Ну а теперь держитесь крепче, ведь я переверну всё ваше представление об этой киноленте и расскажу вам, почему Терминатор 2 не то, чем кажется. Эй, ты ничего не забыл? Рождественский фильм? Рождественскую игру. Ведь уже состоялся релиз долгожданного продолжения нашумевшего эксклюзива от Sony, спин-оффа про второго Человека-паука, Marvel Человек-паук Майлз Моралес, действие которого происходит в канун Рождества, так что уютная праздничная атмосфера гарантирована. По сюжету в Нью-Йоркском Гарлеме разворачивается война между двумя группировками за контроль над городом, и Майлзу необходимо остановить её, используя собственные уникальные способности, вроде невидимости и биоэнергии. В новой игре разработчики переработали боевую систему, так что теперь сражения стали ещё более захватывающими. Игра доступна как на PlayStation 5, так и на PlayStation 4, причём в обеих версиях идентичный геймплей, но владельцы PlayStation 5 получат Next-Gen бонусы. Молниеносные загрузки, фантастический уровень графики, более детализированный мир, полное 4К разрешение с высокой частотой кадров, а также уникальное погружение в игру. Благодаря особенностям нового геймпада DualSense, а именно комбо новой тактильной дачи и адаптивных триггеров, вы испытаете новые ощущения от полётов на паутине и не только. К тому же владельцы PlayStation 5 смогут насладиться реалистичным объёмным звуком, благодаря поддержке технологии Tempest 3D Audio Tech. Вот теперь точно всё. Как я уже сказал, для того, чтобы полноценно понимать эту теорию, вам необходимо понимать, как наш мозг работает под блокбастерами. Если вдруг вы не стали смотреть моё предыдущее видео, то расскажу об этом вкратце. Согласно теории триединого мозга, наш главный орган делится на три участка, которые работают подсознательно. Они всегда анализируют происходящее и дают нам разные ощущения, вместе с порцией гормона наслаждения, дофамина. Именно поэтому мы любим смотреть кино. Рептильный мозг постоянно замечает действия, или экшен по-английски. Эмоциональный мозг, или лимбическая система, даёт нам эмоции. А рациональный разум, или неокортекс, замечает взаимосвязи и цепляется за символы и метафоры. Большинство режиссёров перенасыщают свои блокбастеры крышесносным экшеном, чтобы развлечь наших внутренних рептилий. Рептильный мозг постоянно замечает движение, которое усиливается с каждой новой погоней, перестрелкой и трясущейся камерой, и вырабатывает дофамин, перед которым мы не можем устоять. Поэтому мы все любим блокбастеры, и готовы платить за этот аттракцион в десятый или двадцать пятый раз. Но некоторые блокбастеры имеют по-настоящему феноменальный успех. А всё потому, что они не только играют с нашими внутренними рептилиями, но и развлекают лимбическую систему и неокортекс, вырабатывая тройную дозу дофамина буквально каждой сценой. Недавний кассовый рекордсмен «Мстители. Финал», конечно же, тоже феноменальный фильм. Но он находится немного в другой лиге, ведь киновселенная Марвел — это больше сериал, в котором мы много лет привыкали к героям и переживали их развитие, а также следили за символизмом и отсылками, вырабатывая дофамин. Кассовый успех «Финала» не является исключительно заслугой фильма или режиссёров. Это общая заслуга всей киновселенной, которую студия Марвел аккуратно плетёт уже целых 12 лет. Однако что «Финал», что «Терминатор», что «Король лев», «Трансформеры», «Джеймс Бонд», любой из них, «Форсаж», «Пила», «История игрушек» и «Матрица» — все блокбастеры, да и вообще почти все фильмы, в которых есть главный герой, имеют общую структуру, названную «Мономиф». Этот термин предложил Джозеф Кэмпбелл в своём знаменитом научном труде по сравнительной мифологии под названием «Тысячеликий герой». Именно эта книга вдохновила Джорджа Лукаса на создание «Звёздных войн», которые являются идеальными примерами «Мономифа». Вкратце можно описать «Мономиф» как приключение героя, которое даёт ему какое-то знание или силу. И в «Терминаторе» Джеймс Кэмерон соединяет структуру «Мономифа» с «Теорией триединого мозга», чтобы подарить зрителям гениальный коктейль из абстрактных метафор, человеческих эмоций и экшена. Режиссёры следующих фильмов о «Терминаторе» копировали у него только экшен, а не забывали о двух других важнейших аспектах этой истории. Ведь «Терминатор 2» — это не фильм о киборге-убийце из будущего. В первую очередь, это фильм о взрослении. И чтобы это понять, давайте обратим внимание на социальную часть этого фильма, которая даёт нам эмоции. Главную роль в социальной части играют так называемые архетипы. Это слово вёл швейцарский психиатр Карл Юнг. Он использовал его для описания общей системы символов и образов, которые общи для всего человечества. Архетип, можно сказать, это интуитивное знание. Самыми архетипичными образами являются мать, отец и ребёнок. Это фундаментальный набор, потому что каждый может интуитивно понять их значение. Архетип матери — кормящий, воспитывающий, утешающий. Архетип отца — строгий, глава, защитник. Архетип ребёнка — рождение, начало, будущее. Эти характеристики способен понять любой человек, вне зависимости от языка или культуры. Соединив три этих архетипа, получается архетип семьи. И Джеймс Кэмерон, играя с нашим подсознанием по законам триединого мозга, показывает в фильме становление крепкой и здоровой семьи. Именно поэтому персонажи этого фильма кажутся такими родными. Ведь эту идею Кэмерон, как коп из начала, закладывает в подсознание каждому зрителю. Как раз-таки благодаря Мономифу. Как я уже говорил, согласно Мономифу, главная задача любой истории — это показать трансформацию персонажа, его развитие. В Терминаторе три главных героя, которые являются воплощением трёх главных архетипов. И каждый из них проходит свою трансформацию. Сара Коннор в самом начале психопат, которая изолирована от общества в психиатрической клинике. В конце истории она — заботливая мать. Её ребёнок, Джон Коннор — изгой и бунтарь, который ворует деньги, живёт в приёмной семье и растёт без отца. В конце он станет лидером сопротивления и спасителем человечества. И, наконец, отец — Терминатор, робот-убийца, выполняющий заложенную в его процессоре программу. В конце фильма он сформирует базовые стороны архетипа отца и воспитает из ребёнка Джона мужчину и лидера. Кэмерон проводит нас через историю трансформации трёх фундаментальных архетипов, в финале соединяя их в архетип семьи. Своим символизмом он, минуя наше сознание, общается с нашим умом напрямую и внедряет в подсознание свою идею. И чтобы увидеть всю красоту его воздействия на подсознание, давайте погрузимся в детали этого фильма. И восстали машины из пеплоядерного огня. История Джона Коннора — это путешествие с детства во взрослую жизнь. По структуре Мономифа история проходит через три шага в 12 этапов. Давайте посмотрим на этап «Зов приключения». Кэмерон с помощью символизма делит этот этап на три сцены, которые моментально понимает наше подсознание. Первая сцена — это затравка, своеобразная подготовка нашего подсознания через символы будущих событий. Вторая сцена — это порог, через который осуществляется переход к подзрослевшей версии себя через символы трансформации. Ну а третья сцена — это вывод. В ней происходит финальная трансформация персонажа через символы взросления. Помните, что подтекст его Мономифа — это путешествие от ребенка ко взрослому. Сначала идет затравка. Джон Коннор в зале игровых автоматов. Это его обычный мир, ведь он еще ребенок, который играет в игры. Но обратите внимание на то, что на нем камуфляжная куртка, и играет он в военную игру. Это намек на его будущую трансформацию, ведь мы знаем, что он станет лидером сопротивления. Ну а затем, из сцены Джон в детстве, фильм переходит к порогу, олицетворяющему перемены в герое. Джон бросается в подсобку торгового центра и в прямом смысле перешагивает порог. Он символически уходит из безопасной зоны и покидает свой обычный мир. Затем Кэмерон закрепляет в нашем подсознании идею перехода, показывая самый жирный символ трансформации — смерть. Терминатор роняет розы и с хрустом наступает на них. Такой символизм повторяется в этом фильме неоднократно. Это помогает нашему подсознанию понимать, что происходит на уровне архетипов. В первой сцене Джон — ребенок, играющий в военные игры. Во второй сцене он оказывается в центре конфликта, байкера и полицейского, и отказывается от вызова, принимая логичное решение убежать. Обратите внимание на то, что стрельба в этой сцене не просто беспорядочная в разных направлениях. Это чистейший сценарий дуализма — левая и правая сторона, слева — полицейский, справа — бунтарь-байкер. Между ними Джон — это очевидный дуалистический сценарий, в котором наш неокортекс моментально понимает суть конфликта. Идея дуализма важна в любой истории, ведь это суть нашей дуалистической вселенной. Наша вселенная — это тонкий баланс между двумя противоречиями. Дуальность — это противопоставление. Плюс, минус, жизнь, смерть, горячо, холодно, верх, низ, белое, черное, Xbox, PlayStation, Marvel, DC. Если в истории нет противопоставлений, то трудно понять, что происходит. Обратите внимание на то, что слева абсолютный символ власти и авторитета — полицейский, а справа абсолютный символ анархии и сопротивления — бунтарь-байкер в кожаной куртке. Это очередной символизм, внедряющий идею взросления. Чтобы это понять, нужно понимать теорию создателя архетипов, психолога Карла Юнга, об отношении с властью и авторитетом на разных этапах жизни. Наша жизнь начинается без какой-либо ответственности. Мы зависим от родителей. Они наш единственный авторитет, и мы полностью в их власти. Затем мы проходим путь взросления, и авторитет родителей ослабевает. Они больше не несут за нас ответственность. Власть над нами полностью переходит в наши руки. Противостояние полицейского и бунтаря, которым также является Джон, это символ перехода ответственности. Символ взросления. Злодей олицетворяет власть, потому что это символический путь Джона к взрослой жизни. То же самое, кстати, можно увидеть и в Звездных войнах. Люк – фермер, который живет с дядей и тетей, но хочет покинуть дом, присоединиться к повстанцам и биться с империей. А империя – это его властный отец. Все та же очевидная тема взросления. В Терминаторе 2 Джон – лидер сопротивления, так же как Люк – лидер повстанцев. Это аналогичный символизм, просто поданный в другой обертке. Затем мы видим, как Джон убегает и садится на мотоцикл. Обратите внимание на игрушечный внешний вид мотоцикла. Он как будто собран из набора лего – разноцветный, слабый и еле завелся. Джон – ребенок на игрушечном мотоцикле, за которым гонится представитель власти. Он ребенок, который боится ответственности и убегает, чтобы в следующей сцене совершить переход во взрослую жизнь. И тут, чтобы еще глубже внедрить эту идею, Кэмерон снова использует три знакомых шага – затравку, порог и переход. Можно заметить в работе Кэмерона чисто математическую сущность. Его сцены работают как фракталы. Мы видим, как Джон останавливается и видит фигуру, приземляющуюся с неба. В греческой мифологии это был бы какой-нибудь крылатый монстр или воин. В фильме же это путешествующий во времени киборг, но это та же самая символика. Угрожающая фигура, спускающаяся с небес. Обратите внимание, в этой сцене Джон переступает символический порог. Он проезжает под мостом и затем смотрит на него. И это очень важные кадры, которые программируют наше подсознание. Это была затравка. Джон на игрушечном мотоцикле, он еще ребенок, но уже осознает приближающуюся смену ответственности. Затем фильм переходит к порогу с такой же символичной смертью. Причем обратите внимание на то, что весь символизм передан визуалом и экшеном. Здесь нет диалогов. Все происходит через экшен. Мы видим, как новый мифический персонаж, киборг-бунтарь, полная противоположность киборгу-полицейскому, также спускается сверху, как спускался Т-1000. Это снова очевидный дуалистический сценарий, как был в коридоре. Бунтарь опережает полицейского и пересаживает Джона с детского мотоцикла на взрослый, на котором терминатор олицетворяет защитника, внедряя нам в подсознание архетип отца. Здесь Кэмерон повторяет такой же жирный символ перехода, как и в предыдущей сцене. Его маленький детский мотоцикл оказывается раздавлен символом ответственности. До этого розы символизировали конец наивного и романтичного детства Джона. Теперь Кэмерон использует его игрушечный байк. Сейчас мы увидели два этапа – затравку, детский мотоцикл, и порог, мотоцикл раздавлен. Давайте теперь обратим внимание на третий, в котором снова используется мост, который был в начале затравки. В конце сцены Джон на мужском мотоцикле с его защитником смотрит на мост. Обратите внимание на деталь, которую вы не заметили на осознанном уровне, но видите на подсознательном, потому что подсознание постоянно ищет скрытые смыслы и паттерны. У этой сцены одинаковые начало и конец. Кэмерон снова использует дуализм, чтобы подсознание смогло сравнить превращение. В обоих случаях герои проезжают на мотоцикле с левой стороны моста и смотрят назад. В первом случае Джон один и выглядит напуганным. Во втором они оба смотрят уверенным взглядом. Теперь вместо грузовика лишь его останки – горящая покрышка. Причем заметьте, что путь назад прегражден стеной огня. Назад дороги нет. Трансформация уже совершилась. И это чистейшее визуальное повествование. Сознательно вы не заметите, что это одинаковая съемка. А вот ваше подсознание сразу же поймет, что здесь произошла трансформация. Потому что оно помнит предыдущую сцену, а вы нет. Чтобы понять, как подсознание воспринимает эти сцены, можно взять пример с похудением. Когда кто-то хочет показать результаты похудения, он показывает изменения. Никто не выкладывает фотографию лица до и тела после. Необходимо прямое противопоставление. Тело до и тело после. Нельзя ценить трансформацию, если контекст не будет одинаковым. Именно это делает Кэмерон, чтобы показать Джона до и Джона после. Ваш мозг анализирует это со скоростью света, потому что ваше подсознание на порядок сильнее, чем сознание. Поэтому песни и истории гораздо лучше остаются в памяти. Потому что они имеют паттерны и символы, которые проникают в подсознание. Если я попрошу вас запомнить историю, то вы будете помнить ее годами. А если я попрошу вас запомнить семизначный номер, то вы забудете его через 10 секунд. Потому что семизначный номер — это часть речи. А речь воспринимает неокортекс. И он не очень хорош в запоминании данных. Зато он очень хороший в запоминании символов и значений. Это ярко демонстрирует феномен на кончике языка. Я уверен, у всех такое бывало, когда пытаешься вспомнить что-то имя или фамилию, и не можешь этого сделать, но зато чётко помнишь ассоциацию с ним. Ну вот этот актёр, как его? С руками у него там ещё фамилия. Точно, без руков. В общем, мы посмотрели несколько сцен, в которых Кэмерон провёл наше подсознание по пути взросления. Сначала Джон в зале игровых автоматов, как настоящий ребёнок. Затем Терминатор давит розы, Джону страшно, он убегает и отказывается от вызова. И в третьей сцене он приступает порог в мир взрослых. Он едет на детском мотоцикле, мотоцикл уничтожается, и он оказывается под опекой мифического воина в виде киборга из будущего. Это мы разобрали. А теперь давайте посмотрим на две другие сцены, которые начинают и завершают внедрение идеи взросления. В них Кэмерон вызывает у нас вопросы, и затем сам на них отвечает. Сейчас я покажу вам первую сцену, и хочу, чтобы вы подумали о том, какие вопросы рождает эта сцена у тех, кто впервые смотрит этот фильм. Три главных вопроса, которыми задается каждый зритель, это почему Терминатор ищет Джона, кто его послал и что Джон будет делать дальше. И Кэмерон отвечает на них сразу после внедрения идеи взросления, спрашивая голосом Джона прямые и чёткие вопросы, которые мы все первым делом задали бы Терминатору. Это самый идеальный момент для экспозиции, потому что этими вопросами в этот момент и мы неосознанно задаёмся. Ну а последний вопрос, что он будет делать, это и есть вызов, который толкает его на приключения. Так что поиск ответа на него – это мотивация для зрителей, желание смотреть дальше. Причиной, почему это работает, является эффект, открытый советским психологом Блюмой Зигарник. Она выяснила, что прерванные действия запоминаются гораздо лучше, чем завершённые. Причём они вызывают в человеке диссонанс, разрывают мозг на части и заставляют хотеть завершить начатое. Этот эффект объясняет внезапные воспоминания, которые появляются, когда вы о них не думаете. У каждого такое было, когда вы забываете чьё-то имя, мучаетесь и пытаетесь его вспомнить, а потом бросаете это дело и начинаете заниматься другими делами. И затем, внезапно, ни с того ни с сего, это имя появляется в вашей голове. А всё потому, что пока вы занимались сознательными делами, ваше подсознание не могло оставить эту задачу и пыталось найти её решение. Так вот, Кэмерон первой сценой создаёт эффект Зигарник, заставляя нас задаваться вопросами, тем самым запуская наше подсознание в режим активной работы. И после внедрения идеи взросления он закрепляет этот опыт экспозиции, отвечая на все мучившие нас вопросы, кроме одного, который мотивирует нас продолжать смотреть. В итоге получается, что Кэмерон с помощью идеально выверенного экшена внедряет в подсознание идею социальной трансформации взросления через символизм. Таким образом, он активирует все три части вашего мозга, вырабатывая тройную дозу дофамина. Это не просто шум, это не просто взрывы, это весьма скромный экшен, но он производит впечатление, потому что мы подсознательно видим социальную связь. Мы рассмотрели эволюцию архетипа ребёнка, Джона. А теперь давайте посмотрим на трансформацию Сары. Она тоже переполнена визуальным символизмом. В ее случае зов приключения – это сон, в котором она встречает отца Джона, убитого в первом фильме. Она бежит на улицу, и мы снова видим дуалистический сценарий, который относится к ее архетипу. Ей пришлось быть отцом для Джона всю его жизнь, ведь Кайл умер до его рождения, и Сара воспитывала его одна. Она была лишена возможности стать для Джона матерью, особенно сейчас, когда она заперта в психиатрической лечебнице. Поэтому-то она и за решеткой. Обратите внимание на сходство в построении Зова приключения у Джона и Сары. Вы могли это не заметить, но ваш Неокортекс не смог это пропустить. Неокортекс всегда ищет повторения и взаимосвязи. Он замечает весь контекст сцены, и в Терминаторе это все переполнено схожими мотивами и отзеркаливаниями. Кошмар Сары заканчивается тем, как она открывает дверь и видит, как Скайнет убивает детей. Сцена Джона тоже заканчивается тем, как он открывает дверь, но он видит Скайнет в другом обличии. Если мы посмотрим на этап преступления порога с Сарой, то снова увидим сходство в построении сцены. Тут работает тот же принцип. Первая сцена – затравка, затем символическая смерть и финальная трансформация. Причем, чтобы Неокортекс сразу видел связи, Кэмерон снова использует одинаковые символы. Он убьет нас всех, убьет! Пойдем со мной. Он здесь, чтобы нам помочь. В затравке мы понимаем, что Сара испытывает страх перед Терминатором, и она лишена ответственности за своего ребенка. Поэтому для того, чтобы перейти от испуганного невротика к матери, она должна побороть свой страх и изменить отношения с ответственностью. Вот для чего в этой сцене снова присутствует представитель власти. Затем она подходит к порогу, в котором снова появляется жирный символ трансформации, которым являются солнцезащитные очки. Да, очки не то, чем кажутся. Кэмерон продумал все до мелочей и надел на Терминатор очки посреди ночи именно для этой сцены. Может показаться, что когда Терминатор забирает их у Байкера, это просто абсурдный прикол. Поэтому в последующих фильмах менее талантливые режиссеры считали это фирменной шуткой и пытались ее повторить, поднимая градус абсурдности. Но у Кэмерона не бывают просто приколов. Очки это символ трансформации мозга Сары. От страха к сотрудничеству с Терминатором, ее главным кошмаром, который преследовал ее весь первый фильм, как раз таки в солнечных очках. В начале сцены она падает на пол и с ужасом смотрит внутрь темных очков Терминатора. И посмотрите, что происходит во время трансформации. Перед нами снова появляется символ авторитета и ответственности, представитель власти, который пытается вернуть Сару назад, в ее обычный мир. Но ее трансформация неизбежна, поэтому охранница символично разбивает очки на лице Терминатора и тот выкидывает их на пол. Таким образом Кэмерон дает нам и Саре взглянуть прямо в глаза Терминатору. В первой сцене Сара смотрит на него снизу вверх и приходит в ужас, глядя в темные очки робота-убийцы. Затем в сцене перехода через порог, когда ее страх ломается, Сара смотрит ему в глаза и они касаются друг друга руками. Тактильный контакт привязывает нас к этой сцене эмоционально, на уровне лимбической системы, и идея трансформации Сары закрепляется в нашем подсознании. Теперь посмотрите, что происходит после того, как она переступает порог. Мы видим очень точное повторение уже знакомого мотива. Очки оказываются раздавлены представителем власти, как и игрушечный мопед Джона, который ознаменовал переход к взрослой версии себя. Страх Сары перед Терминатором полностью исчез, и она завершает переход от панического невротика к полной надежд матери. Это те же мотивы визуального повествования, что и в случае с Джоном, который подсознание понимает, а вы нет. А все потому, что ассоциации, которые вызывает неокортекс, абсолютно идентичны. В первой сцене Терминатор – убийца. Камера снимает его снизу, на нем темные очки, и он держит дробовик, как машина. Во второй Кэмерон перемещает камеру на уровень глаз. Мы видим его лицо, и он держит дробовик, как человек. Вы это не видите, но видит ваш неокортекс, поэтому вы чувствуете развитие фильма. Обратите также внимание на перестрелку в коридоре торгового центра и в клинике. У них одинаковое построение. Кэмерон повторяет один и тот же мотив – конфликт с властью. Этот символизм понятен всем, и он напрямую воздействует на наше подсознание, вызывая чувства в нашей лимбической системе. Мы увидели фрагмент трансформации Сары. Ну и как у любого другого мифа, у него есть начало и конец. И в них можно увидеть те же мотивы, что и в мифологии. В начале трансформации Сары герои входят в клинику, а в конце выходят из нее. Причем они подъезжают к воротам. В мифологии это было бы прибытие ко входу в пещеру или какой-нибудь защитной двери. Обратите внимание на то, что у них происходят конфликты только с представителями власти. Это охранники со значками принадлежности к власти. В мифологии такие персонажи описываются как стражи врат. Кто-то, защищающий вход в священное место или в брюхо кита. Герои расправляются со стражей, садятся на байк и заезжают на парковку. Вам могло показаться, что эти детали незначительны, но они очень важны для истории. Ведь, как я уже говорил, наше подсознание, сравнивая контекст сцены, машинально осознает трансформацию. Они пребывают на бунтарском байке, а уходят на транспортном средстве представителей власти. В начале их двое, в конце их трое. Причем они используют для выхода то же место, которое служило входом, и мы осознаем трансформацию контекста. Они въезжают на байке, а уезжают на транспорте власти, втроем, словно семья. И между этим Кэмерон, исключительно с помощью невероятно выверенного экшена, дает нашей лимбической системе прочувствовать изменение психологического состояния Сары. После побега из больницы история переходит в новый акт, в котором начинается совместное развитие героев. Напомню, что путь Джона от ребенка ко взрослому, путь Сары от сумасшедшей к матери, а путь терминатора от киборга к отцу. Их объединение происходит на пятом этапе, в котором они принимают вызов судьбы и переходят в шестой, где герой мифа выясняет разницу между добром и злом. Поэтому Кэмерон вновь очень тонко использует дуализм. В этой сцене возникает конфликт между Джоном, который становится взрослым и ответственным за свои поступки, и Сарой, который все еще остается в архетипе отца и пытается контролировать сына, навязывать ему свою ответственность. Они достают чип из терминатора, чтобы перенастроить его на обучение. Это начало пути терминатора к человеку, и можно сказать, к полноценному отцу. Сара хочет уничтожить этот чип, убив терминатора, но Джон ее останавливает. Это универсальный конфликт, который понимает наше подсознание. Мать, которая хочет помешать ребенку стать взрослым. Главную роль в этой сцене играет лампа, которую Джон случайно задевает. Она раскачивается, чтобы создать эффект маятника, символизирующий их дилемму. Когда они спорят, маятник раскачивается, а когда конфликт заканчивается, Джон отступает и задевает лампу рукой, тем самым останавливая ее. Это не совпадение. Обратите внимание на композицию этого кадра. В нем висят два предмета, олицетворяющие тепло и холод. Слева Джон, сзади которого теплая лампа и терминатор. Справа Сара, которую закрывает холодный металлический объект. В ее руках металлический молоток, ведь сейчас она холодная и отстраненная. Это важно, потому что с развитием истории ее холодная натура приведет к кульминации, когда она сама станет хладнокровным убийцей, терминатором. На крупном плане свет поставлен так, что половина лица Сары подсвечена, а другая половина в темноте. Это психологический прием, такой же используется в парке южского периода, когда доктор Аллен пытается решить, станет ли он присматривать за детьми и выступать в роли отца. Дуализм – это снова символ борьбы, которая ведет к трансформации. Наше подсознание понимает, что Сара находится на неправильной стороне архетипа семьи. У нас уже есть суровый, сильный и холодный металлический терминатор-отец, и баланс идеальной семьи под угрозой. Чуть далее в фильме Сара увидит, что терминатор уже стал для Джона отцом. Она поймет, что он совершенный защитник, но затем она увидит счастливую полноценную семью, которую у нее никогда не будет, после чего ей снится новый сон. В этом сне на ней черная одежда терминатора. Она смотрит на саму себя, которой она никогда не была и уже не станет, и затем наступает судный день. Сара просыпается и понимает, что она должна пожертвовать собой, чтобы предотвратить конец света и оставить Джона под защитой терминатора. Поэтому она сама становится терминатором, и мы снова видим его символ – солнцезащитные очки. Она смотрит, как терминатор, ведет машину, как терминатор, и ищет Дайсона, чтобы его убить. Смысл этой сцены в том, что Сара становится именно тем, кем был терминатор в первом фильме. Она хочет убить человека за то, чего он никогда не делал. Но она это понимает в середине сцены. Сара понимает, в кого превратилась, после чего появляется будущий спаситель – Джон. И это момент преступления через порог. Когда Джон приходит остановить ее, она впервые в жизни понимает, почему Джон – будущий спаситель. Потому что он не позволит умереть даже одному человеку. И в этот момент происходит то, что в мифологии называется искуплением. У Сары наступает катарсис, в котором она высвобождает свои эмоции и очищается от своих страхов. Обратите внимание на то, как Джон успокаивающе обнимает ее, точно так же, как обнимал Кайл. Джон уже взрослый, он сам несет за себя ответственность. Поэтому Сара, которая очистилась от желания защищать, окончательно избавляется от отцовского архетипа. Ну а мы понимаем, что это произошло подсознательно, благодаря ее прическе. После сна, в котором Кайл наставил ее на защиту Джона, ее волосы всегда были связаны в хвостик, что делало ее более мужественной. И сразу же после эмоционального катарсиса они распустились, подчеркивая женственность, архетип матери. Ну а далее, когда герой приходит в Сайбердайн, можно заметить, что на Саре другая одежда. Причем это тоже пальто, которое носил Кайл весь первый фильм, и в котором он приходил к ней во сне. И это не случайно, ведь в своем коротком камео Кайл показал нам, что он больше не защитник. Он передал свою ответственность Саре и ушел, оставив отцовство ей. Где наш сын? Ты должна защищать его. Я знаю. Не уходи от меня. В этом пальто он ушел с роли отца, поэтому теперь это пальто на ней. Сара также ушла с роли отца и стала матерью. Причем здесь уже состоялся переход Джона от ребенка к мужчине, поэтому он идет впереди. Теперь он не прячется за защитником и не привязан к матери. Он сам несет за себя ответственность. В этой сцене фильм переходит к третьему акту, возвращение, и первым делом идет этап «Дорога домой». Они идут в Сайбердайн и уничтожают все потенциальные возможности создания Скайнета. Они уничтожают руку, которая пыталась убить Сару в первом фильме, а затем похищают транспортное средство. Снова представителя власти. И пытаются уйти от Т-1000, который их преследует. Тут мы снова видим повторение уже знакомых нам мотивов и символов. Такую же погоню с переходом через мост. Затем их полицейская машина переворачивается, и им приходится поменять свой транспорт представителя власти на другой. И посмотрите, какую машину для них подготовил Кэмерон. Чтобы внедрить идею полноценной дружной семьи, он умышленно пересаживает их в деревянный дом на колесах. Конечно же, этот пикап выбран не случайно, потому что он передает ассоциации тепла, уюта и семьи. Они даже сидят в нем как семья. Но затем Терминатор уничтожает их уютный дом, напоминая нам о том, что он пытается остановить их объединение. Но и следом их пикап въезжает на завод, где происходит кульминация фильма. Мы видим, как они врезаются в вилку погрузчика, которая выглядит в точности, как и смертоносные конечности их главного антагониста. Вилка погрузчика оказывается между ними, чтобы напомнить нашему подсознанию о том, что Терминатор хочет их разделить. Затем мы видим противостояние двух Терминаторов, в котором Кэмерон снова использует дуализм. Терминатор на полу в синем свете, жидкий металл в красном. Такое визуальное повествование используется на протяжении всего фильма. В финальном сражении у Т-1000 снова красный фон, а у Сары синий. Причем Т-1000 снова слева, потому что он всегда находится слева, во всех конфликтах этого фильма. Красный цвет присутствует и в следующем фрагменте, в котором его ждет правосудие, ведь фильм не просто так называется «Судный день». Справа в синем цвете Сара, причем она впервые обладает достаточной силой, чтобы оказать ему сопротивление. В следующей сцене появляется Терминатор и снова тот же дуализм, лево-право, синее-красное. Причем это снова тот же сценарий, что и в других столкновениях с жидким металлом. Это та же самая постановка сцены, а все потому, что в фильме три типа взаимоотношений с ответственностью и три символа перерождения. В первой сцене испуганный ребенок, во второй – мать-невротик, ну а третья закрепляет их изменения, показывая нам полноценную семью. Вначале Джон кричит, а в конце он воссоединяется с матерью. Это архетипичная трансформация. В сцене, где Сара взаимодействует с архетипом отца, она берет его за руку, но все еще боится. В конце они жмут друг другу руки в знак взаимного уважения. Отношения архетипов ребенка и отца начинаются с холодного общения социального изгоя с роботом и заканчиваются теплым объятием архетипов сына и отца. А отношения архетипов ребенка и матери начинаются с сумасшедшей Сары в психбольнице, а заканчиваются взглядом в камеру и теплым объятием сына. Первые взаимоотношения заканчиваются рукопожатием, ее страх исчез. Во втором Джон принимает отца, в третьем он воссоединяется с матерью. Это появление полноценной и здоровой семьи исключительно через визуальное повествование. Ну и конечно же финальный шаг путешествия героя от детства во взрослую жизнь – это символическая смерть отца. Терминатор уходит. Джон окончательно стал самостоятельным мужчиной и лидером сопротивления. В общем, как вы уже поняли, Джеймс Кэмерон с помощью экшена показывает нам символическую трансформацию социальных архетипов. И это полная стимуляция триединного мозга с помощью идеальной структуры мономифа.